Меня зовут Кристина, я являюсь аналитиком в компании CoderLine, и сегодняшний наш вебинар будет посвящен новому решению от 1С, это 1С-документооборот версии 3.0. Соответственно, буквально вот недавно вышел новый релиз 3.0.2, вот буду показывать на нем, и поэтому по плану работ, да, сейчас сразу оговорюсь, это будет сначала вводная по интерфейсу документооборота, соответственно, далее мы рассмотрим как раз вот кейс согласования договоров с использованием механизма рецензирования, это новый инструмент, да, функционал, который в документообороте появился, и далее отвечу на ваши вопросы, если они возникнут. Во время проведения демонстрации камеру я выключу, соответственно, чтобы снизить нагрузку, да, на канал интернета, и начнем мы тогда с интерфейса. Сейчас мы зашли под секретарем, да, под пользователем обычным. Соответственно, что мы здесь видим, какие ключевые изменения в интерфейсе тройки у нас есть. Ну, во-первых, да, мы видим вот здесь справа, это блок навигации, здесь выведены полезные команды для ускорения работы с 1С-документооборотом. Здесь выведены реестры, справочники и далее настройки. Что это такое? Реестры. Например, здесь можно открыть реестры входящих документов, к примеру, да, исходящих документов, договоров. Также создать сразу непосредственно отсюда какой-то документ, да, например, входящий, исходящий, выбрать его из списка. То есть, по сути, реестры – это те справочники, которые ранее мы вызывали вот из этого меню, да, и вот здесь, соответственно, в документах переходили на документопотоки, входящие, исходящие внутренне. То есть, в принципе, с реестрами намного проще работать стало, то есть нам не нужно бегать, да, по конфигурации искать, где, в какой закладке мы это ищем, да, ну, здесь все удобно расположено теперь. Далее закладка «Справочники». Здесь абсолютно то же самое, то есть это ключевые справочники, с которыми чаще всего работают сотрудники, и точно так же, то есть нам не нужно прибегать к поиску по подсистемам, да, мы можем отсюда открыть и адресную книгу, и контрагентов, да, и справочник товаров и услуг в том числе. Далее раздел «Настройки». Раздел «Настройки» у нас непосредственно касается сотрудников. Он отображает ссылки для удобства именно сотрудников, да, то есть мы здесь видим задачи, календари, мероприятия, да, можем отсюда перейти в персональные настройки системы, даже изменить пароль в том числе непосредственно отсюда можем. Соответственно, что касается основного экрана, да, вот эти вот блоки, которые у нас изначально были, здесь они остаются у пользователей, соответственно, точно так же можно перейти в задачи, да, в работу с почтой, с календарями. Единственное отличие, что теперь вот эти блоки настраиваются в системе, то есть на этапе внедрения администратор настраивает, выставляет настройки, да, к примеру, там, работа с почтой, да, устанавливает настройки для работы с почтой, и тогда у пользователей появляется этот виджет на рабочем столе. То есть добавить здесь по плюсику, да, как это было раньше в двойке, сейчас нельзя. Может быть, разработчики добавят эту возможность, но пока что концепция такая, да, то есть виджет будет присутствовать на экране только в том случае, если, ну, например, там, как работать с работой с почтой, да, если установлена настройка программы, использовать работу с встроенную почту, точнее, и в персональных настройках пользователя у нас включено использование встроенной почты. Теперь посмотрим на рабочий стол руководителя. Как выглядит он? Он у нас претерпел некоторые изменения. Ну, то есть были уже вебинары, да, касательно документа оборота 3.0.1 версии, да, об этой версии сейчас же, буквально вот неделю назад, вышел релиз 3.0.2, и, соответственно, на нем сейчас показываю, и здесь есть некоторые изменения. Например, вот рабочий стол руководителя. Что здесь поменялось? Здесь виджеты, те, которые были у нас у пользователя, да, вот некоторых виджетов на рабочем столе руководителя, их нет. Их перенесли вот сюда, в реестры, соответственно, для того, чтобы рабочий стол выглядел более, ну, скажем так, минималистично. Здесь виджет работы с задачами, он представляет из себя кольцевую диаграмму вот эту, да, то есть если у нас здесь будут какие-то задачи отображены, да, то они, соответственно, будут цветами на кольцевой диаграмме отображаться. Ну, и по стандарту, да, виджет новые задачи, это те задачи, которые поступили руководителю, но они еще не взяты в работу. И также не касается задачи ознакомления. Ознакомление с результатами у нас выносится отдельно, чтобы, соответственно, в общем, пули задач, они не фигурировали. Ну, так как никакой особо, да, смысловой нагрузки сильно важной не несут. Далее. Просроченные задачи. Это, соответственно, количество взятых в работу уже задач, срок исполнения которых у нас истек. Задачи, по которым истекает срок исполнения, да, либо задачи, которые находятся в работе, но без нарушений сроков. То есть они пока еще выполняются в срок. Поступили обновления в виджет вот этот. Он говорит о том, что сколько количество задач, по которым произошли какие-то новые действия. К примеру, подчиненный выполнил по ним подзадачу, к примеру, да, то есть какие-то обновления по задачам у нас поступили. И, соответственно, задачи подчиненных, да, новые просроченные. Далее по поводу блока навигации. У пользователей это реестры, справочники, да, по умолчанию и настройки. У администратора же добавляются еще, соответственно, два пункта. Это классификаторы и предприятия. Для того, чтобы также было удобнее работать с системой, да, у нас появляется такой вот блок навигации. Далее основное изменение в работе с документацией, да, это, конечно же, у нас больше нет визуального деления видов документов на документы потоки. То есть у нас есть единый справочник документы предприятия, где у нас расположен общий реестр всех документов предприятия. Просматривать этот список, да, конечно же, вот так неудобно, поэтому здесь есть блок фильтров. То есть мы можем отфильтровать по периоду, по виду тематики документа, по организации, контрагенту, да, то есть в том числе еще и по прочтенности. То есть у нас документы оборот 3.0, у нас появился функционал прочтенности документов. То есть вот жирным шрифтом выделены документы, которые мы еще не видели, не смотрели, и обычным, да, простым шрифтом выделены документы, которые мы уже просмотрели. В принципе, это, наверное, все такие основные изменения, которые касаются сейчас нашего вебинара. Я думаю, что мы сейчас с вами перейдем к согласованию договоров непосредственно и смоделируем сейчас ситуацию, что нам предстоит заключить договор аренды оборудования с контрагентом. У нас уже имеется рыба договора, которую, соответственно, мы будем заполнять автоматически данными. И чтобы завести сам договор в систему, мы можем перейти из реестров на закладку договоры, либо же нажать на плюсик. И здесь, соответственно, из общего списка выбрать договор аренды оборудования. Соответственно, у нас открывается карточка документа. Это все то же самое, что у нас было и ранее. Далее мы заполняем реквизиты. Выберем, что у нас это будет контрагент-арендатор. Выберем генерального директора. Соответственно, договор аренды мы можем назвать так, как нам необходимо. Далее указываем сумму документа. Срок действия договора. Срок действия выберем с 5 мая. У нас будет действовать договор по 4 апреля. И выбираем автопролонгацию. У нас это будет автоматически на год. Изменяем срок действия. Далее смотрим, что у нас в шаблоне изначально уже есть грипп доступа. Уже есть состояние, которое будет заполняться автоматически. Подразделение. Тот, кто подготовил, у нас заполнилось автоматически. Хранение мы можем здесь изменить. Форма у нас будет бумажная, так как работу с электронными цифровыми подписями мы в данном вебинаре рассматривать сейчас не будем. И далее, соответственно, добавить файл. Мы можем добавить файл, но в данный момент у нас это будет автозаполняемый шаблон. И мы, соответственно, сюда никакого документа прилагать не будем. Также здесь есть оригинал, который у нас сейчас, естественно, по умолчанию отсутствует. А в дальнейшем, соответственно, мы сможем сюда приложить документы. У нас будет отображение того, что оригинал документа у нас получен. Далее записываем документ. И после записи видим первое изменение, первое отличие, точнее, в карточке документа от тройки, от двойки. Это временный номер. То есть в документообороте 3.0 у документов теперь есть не только регистрационный номер, который заполняется после регистрации документа по стандарту, но и временный, который заполняется при создании документа. То есть нам больше не нужно использовать какие-то внутренние номера для поиска документов. То есть мы можем его искать по временному номеру. И он, соответственно, в дальнейшем остается наряду с регистрационным номером, который у нас будет присутствовать на бумажном документе. Далее. Что мы делаем далее? По стандарту мы можем, конечно, отправить этот документ по комплексному процессу. Так как это ранее делалось, мы его настраиваем заранее, но это уже слишком банально с выходом тройки, поэтому в нашем кейсе мы будем согласовывать документ с помощью обработки. В предыдущей версии документа оборота обработка уже была, но она была не очень функциональна и очень мало пользовалась популярностью у пользователей, так как не было, скажем так, задач, которые можно запустить с помощью обработки. То есть это был такой некий ручной ввод данных, который мало кто им пользовался. Сейчас же обработка очень функциональна. Здесь изменен принцип работы документов. Во-первых, она стала проще и нагляднее. Вот эта обработка, то есть здесь видны этапы и видны исполнители в том числе. И также вот эти вот этапы, да, это конкретные действия, то есть это задачи. То есть в принципе в дальнейшем, да, у нас настолько будет гибко настраиваться функционал обработок, что комплексные процессы, они просто уйдут на второй план, и все схемы в том числе будут перенесены на закладку обработки документа. Пользоваться мы будем только им. Вот сейчас пока только линейная, да, обработка в бета-версии, но в дальнейшем, соответственно, разработчики говорят, что добавят функционал схем, чтобы можно было схемами, соответственно, настроить. Наш пример, наш кейс подразумевает, что первым этапом нам необходимо будет согласовать договор. Согласовывать договор мы будем с руководителем, который будет проверять, например, соответствие расходов на данные статьи движения денежных средств лимитом. А также с юристом для того, чтобы проверить какие-то юридические риски. Далее, соответственно, у нас идет подписание договора и далее согласование подписания у контрагента. После этого мы регистрируем документ и, соответственно, сканируем и передаем его на учет. Соответственно, что мы делаем дальше? Мы нажимаем «Начать обработку» и видим, что договор у нас отправился на согласование. Также мы здесь видим, что у нас появился директор в согласующих лицах. Почему так произошло? Потому что в обработке изначально, да, в настройках обработки я добавила такой пункт, что у нас согласовывать будет директор в том случае, если сумма документа превышает 100 тысяч рублей. Ну и, соответственно, сумма наша 150 тысяч, и в обработке автоматически добавилось третье согласующее лицо – это директор. Значит, на первом этапе мы видим вот этих пользователей, да, и, соответственно, сейчас зайдем под ними и посмотрим, как процесс согласования будет выглядеть в новом нашем функционале и новом виде. Вот мы видим, что у нас появилась задача согласовать договор, и также видим, что, ну, сам, соответственно, документ, да, файл, который у нас в версии 3.0 может являться как содержанием, так и приложением. Можем также настроить, да, какие-то другие папки, которые… по которым у нас будут документы, да, делиться, разделяться. Это нужно для того, чтобы отвечать, к примеру, основной документ, да, там, договор о ренте, и приложить к нему как приложение спецификацию, например. То есть это будет удобнее сделать. Не общим списком у нас документы будут, как раньше, а разделены по папочкам и систематизированы. И, соответственно, здесь у нас есть кнопка «Внести замечание». Нажимаем на нее. У нас готовится сам документ. Сразу оговорюсь, что согласование вот этого в режиме замечаний сейчас доступно только в тонком клиенте под Microsoft Windows. То есть в беб-клиенте сейчас пока работать с этим нельзя. Ну, и, соответственно, наш согласующий видит превьюшку, да, нашего договора. Он видит, что какие-то поля у нас заполнились автоматически из документа, какие-то еще пока не заполнились, либо из-за ошибок, да, либо из-за того, что не настроено автозаполнение. И, соответственно, дальше, что должен сделать согласующий человек, да? Он работает в следующем порядке. В тексте документа ему нужно выделить текст, который здесь, соответственно, он хочет заменить, да, либо фрагмент текста, то есть можно выделить вот так, да. И далее на панели «Мои замечания» он нажимает либо «Замечания», либо «Комментарий». Чем они отличаются? Замечания. Если мы добавляем замечания, то оно требует правки текста. То есть до исправления такого замечания у нас документ не может быть согласован. К примеру, это замечание, да, это может быть там следующим, да, мы сейчас можем, к примеру, добавить замечание о том, что у нас не заполнены фио. Не заполнены фио и тоже должность сторон договора. И нажимаем на кнопку «Ок». Замечание у нас появилось. Соответственно, подсветилась область, которую мы выделяли. И здесь мы видим, кто автор этого комментария, да, замечание. И, соответственно, само замечание. Что же такое комментарий? Комментарий – это, ну, комментарий общего характера, который не препятствует у нас согласованию в принципе. То есть, к примеру, мы хотим учесть что-то на будущее, да, какую-то там текстовку в будущем можно изменить, но сейчас, в данный момент, на согласование этот комментарий никак не влияет. Здесь также сразу оговорюсь, что, как только мы добавили комментарий, для того, чтобы другие пользователи его увидели, нам нужно записать этот документ. Потому что система не сможет обработать, да, вот регламентным заданием, не сможет вывести для других пользователей вот эти вот изменения. Соответственно, дальше зайдем под другим пользователем, под Николаевым. Обновим нашу обработку. Видим, что ничего пока не изменилось, потому что мы нажали только «Записать». И зайдем дальше под Федоровым. Точно так же вносим замечания. Открываем документ и видим, да, где у нас, кто у нас внес уже какие-то замечания или комментарии. Мы можем посмотреть. При этом обратите внимание, да, что мы не закрывали под нашим пользователем вот это окно, да, под первым. И одновременно мы работаем вот с этим договором. Одновременно можем внести сюда, да, еще какие-то комментарии. Вот. И, соответственно, у нас документ не блокируется для изменений, да, то есть мы можем с ним работать, мы можем его согласовать либо не согласовать. И это очень удобно, когда, да, у нас очень много согласующих лиц. Мы можем воспользоваться этим вариантом. Соответственно, далее, если мы нажимаем кнопочку «Несогласованно», у нас, естественно, задача пропадает, да, из нашего списка. Так, сейчас мы посмотрим, кто у нас еще в согласующих лицах. Это Мишин. Так, Мишин. Сейчас согласуем под Мишином, под юристом, да. Точно так же вносим замечания. Ну, Мишин у нас никаких действий, соответственно, не предпринимает. И смотрим, что у нас случилось далее с обработкой. Мы видим, да, что согласование договора у нас, ну, точно так же, как и в двойке, да, мы видим вот эти кружочки с галочками. Красный говорит о том, что у нас документ не согласован, и зеленый говорит о том, что согласование у нас прошло успешно. Также мы можем результаты согласования, да, распечатать лист согласования с историей и обычный лист согласования. Это точно так же, как это было в двойке. Соответственно, далее у нас задача идет ознакомиться с результатом согласования. Сейчас перейдем в эту задачу. И здесь кнопка «Обработать замечания». Опять же, открываем документ. Вот, соответственно, наш Николай, да, кто запускал процесс, он видит все замечания и комментарии. Комментарии он принимает, да, то есть в следующем варианте согласования он его учтет. И далее нам нужно обработать замечания. Замечания сейчас не обрабатываются автоматически. То есть если мы нажмем сейчас на кнопку «Принять», к сожалению, в тексте договора, да, у нас не поменяется текст. То есть нам нужно его изменить сейчас вручную. Возможно, в дальнейшем, да, это как-то будет доработано. Но в данный момент мы открываем кнопку «Редактировать в Word». Видим здесь в режиме, да, комментирования в Word все замечания, которые внесены согласующими лицами. И, соответственно, можем здесь... «Поправить». Например, да, вот мы поправили. Нажимаем на «Сохранить», как это было раньше. Закрываем документ и нажимаем кнопочку «Вернуться в режим замечаний». Система обрабатывает наши изменения, возвращает файл в базу. Мы видим, что у нас здесь поменялось, да, что мы исправили. И нажимаем теперь «Принять». Замечание. И у нас два варианта. Либо мы завершаем процесс согласования, либо же нажимаем «Повторить». Ну, в нашем случае, конечно же, мы повторяем, да. И здесь по умолчанию сейчас, да, на текущий момент, мы не можем поменять состав согласующих лиц. То есть, допустим, да, вот мы могли бы отправить Белугину, да, а остальных, кто бы уже согласовал, да, не трогать. Но вот сейчас пока такой возможности нет. Но, возможно, в дальнейшем будет возможность это доработать. Нажимаем на «Готово». И у нас процесс отправляется на повторное согласование. Мы сейчас в целях ускорения, да, этого процесса. Я думаю, что пробежим этот процесс через администратора. Перейдем на обработку. Перейдем к задаче. И нажмем на кнопку «Согласовано», чтобы наш процесс далее прошел к следующему действию. Перешел. И дальше, соответственно, наш документ переходит на закладку «Подписание». Перейдем к нашему директору. Так, Федоров. Секретарь. Федоров. Вот наш Федоров. Обновляем список его задач. И видим, что у нас появилась задача подписания. Кстати, список задач также можно систематизировать. То есть можно его изменить и вывести графу, где можно отдельно выводить задачи подписания, задачи согласования, да, и вот разделять, соответственно, документы. Ну, здесь у нас все согласовано. Мы видим лист согласования, историю выполнения. Можем открыть непосредственно из самой задачи, да. Ну, единственное, что пока без истории, да, то есть история здесь, только здесь мы видим. И нажимаем на «Подписано». Вот, соответственно, после того, как мы подписали документ, мы можем увидеть у нашего исполнителя в договорах, что на закладке «Реквизиты» у нас появилась отметка о подписании. То есть наш директор подписал этот документ, и мы, соответственно, видим этот этап. Далее обновим обработку, обновим действие и смотрим, что у нас уже два этапа пройдено. Мы можем их развернуть, посмотреть, соответственно, кто-то завершил ту или иную задачу. Дальше у нас идет согласование с контрагентом. Ну, соответственно, перейдем в начальную страницу, перейдем к задачам. Так, задача у нас почему-то не прилетела. Бета-версия, да, поэтому, в принципе, могло у нас такое случиться. Также есть изменения в самих задачах. То есть мы видим, что у нас появилась история выполнения задачи, да, то есть когда она создана, соответственно, когда запланирована, да, и проверялась, не проверялась, и закрыта ли эта задача. То есть историю выполнения по задачам мы здесь можем посмотреть. Сейчас перейдем тогда вручную, да, в договоры. А вот задача у нас прилетела. Просто, видимо, регламентное задание у нас отработано, отработало чуть позже. Вот он договор нашей аренды. Мы переходим, соответственно, устанавливаем галочку, что у нас подписал контрагент. И также видим, что при открытии документа, что этот документ находится у нас на исполнении. И отсюда же из карточки документа мы можем перейти к исполнению этой задачи. И также у нас откроется сама задача, да, где мы нажмем на кнопку «Выполнено». Выполнили задачу. Смотрим далее по обработке, что у нас происходит дальше. Дальше нам, соответственно, нужно, чтобы ответственный сотрудник обработал результат исполнения, чтобы, соответственно, он сказал, что да, действительно, договор подписан. Вот, соответственно, я думаю, что сейчас пройдем, наверное, этот этап быстро под администратором. Здесь есть две кнопки, что результат проверен, все хорошо, и, соответственно, вернуть на доработку. То есть исполнение прошло некорректно, да, там нет какой-то, может быть, расшифровки подписи или печати, и документ возвращается на доработку на предыдущий этап. Ну, сейчас у нас все хорошо, мы нажмем «Проверено». И дальше у нас идет процесс регистрации. Переходим к нашему секретарю, переходим к ее задаче. Соответственно, ждем. Регламентное задание у нас почему-то вот стало задерживаться. Ну, либо же зарегистрируем документ точно так же под администратором, да, чтобы не ждать. Здесь у нас точно так же отображается, да, HTML-поя, да, где у нас видно все, да, вся информация по документу, и сам документ. Нажимаем на кнопку «Зарегистрировать». Документ у нас, соответственно, зарегистрировался. Можем посмотреть на закладке реквизита, перечитать документ, увидеть, что у него появился регистрационный номер. Сейчас, секунду. Вот у нас регистрационный номер появился, дата регистрации, и видим, что временный номер у нас остался, мы по нему также можем еще этот документ искать. Также какое здесь еще изменение произошло в тройке, это изменение в состояниях, точнее, документа. То есть у нас состояние документа, оно теперь в разрезе этапов указывается. И, соответственно, на настройке доступности по состоянию документа мы можем точно так же по этапам настраивать. То есть у нас есть этап согласования договора, на этом этапе у нас состояние согласован. То есть у нас вот такие вот изменения произошли, небольшие здесь. Ну и, соответственно, в обработке последняя наша задача – это задача исполнения, это сканировать и передать, соответственно, на учет этот документ. Точно так же проходим эту задачу, выполняем действия, которые необходимы, сканируем, соответственно, передаем в архив и выполняем задачу. Дальше Николаев у нас обрабатывает результат, проверяет, и наш процесс, наша обработка завершена полностью, да, и мы можем распечатать лист согласования, лист согласования с историей и также увидеть замечания согласования, которые были. Соответственно, текст, да, который был, который стал, да, по замечаниям и какие-то комментарии, которые у нас по этому документу были. Вот, в принципе, это весь кейс, да, который я хотела вам показать. Давайте теперь, наверное, поотвечаю на ваши вопросы, если они появились. Так, вижу, да, вопросы у нас есть. MS Office должен ли быть установлен? Да, Microsoft Office должен быть установлен, именно поэтому сейчас существует ограничение такое на то, что функционал используется на тонком клиенте сейчас только. Так, уточните, кнопка «Внести замечание» будет у всех документов или касается только договоров? А здесь в зависимости от настроек, то есть согласование в режиме замечаний, оно настраивается в самой обработке. То есть при настройке обработки там есть галочка «Использовать согласование в режиме замечаний». И в зависимости от того, установлена она или не установлена, да, у нас будет или не будет отображаться вот это вот согласование в режиме замечаний. Так, можно ли другому пользователю добавить комментарий на уже существующий комментарий? На уже существующий. Да, можно, то есть выделить точно так же текст и добавить комментарий. Да, это будет просто два комментария на один и тот же, соответственно, текст. Так, можно ли отключить уведомление, ознакомиться? Да, можно сейчас в самой обработке, да, мы можем задать видимость, задать ознакомление. Так, права доступа настраиваются или все участники процесса видят процесс в обработке? Права доступа на что именно? Уточните, пожалуйста, Ярослав. Потому что права доступа настраиваются, ну, соответственно, рабочей группой, да, как это было и в 2.1 тоже, то есть в случае, если у нас в процессе участвуют те или иные согласующие лица, они добавляются в рабочую группу документа и, соответственно, видят процесс в обработке. Так, далее. Если будет отказано в регистрации, то возможно ли повторное подписание? Да, повторное подписание возможно. Это можно сделать уже вне обработки, это будет отдельный процесс, то есть вы запускаете процесс подписания непосредственно на подписанта, и эта задача на закладке обработки будет выводиться просто отдельным списком прочие задачи. То есть она в обработке участвовать не будет, но задачу, соответственно, запустить можно. Так, что можно сделать, если на этапе исполнения обнаружилась ошибка? На этапе исполнения обнаружилась ошибка. Ну, чисто теоретически можно сделать подзадачу, да, и, соответственно, с помощью подзадачи решить этот вопрос на автора документа, чтобы он, соответственно, внес исправление «Я». Либо же, насколько я помню, есть возможность отменить выполнение под тем или иным пунктом обработки. Сейчас я посмотрю, можно ли это сделать в данный момент. Секунду. Да, соответственно, мы можем перезапустить всю обработку. И я видела в описании где-то, да, что, ну, я сейчас не хочу врать, но, насколько я помню, что есть такая возможность. Но пока что не буду утверждать. Давайте подождем, наверное, выхода самого релиза, да, документа оборота, потому что то, что мы сейчас видим в бета-версии, и будут изменения, и будут, я думаю, сильные изменения достаточно в самом документе обороте 3.0, который вот уже будет 3.1 точнее. Потому что даже версия 3.0.1 релиз, который вот изначально выходил, да, у нас в конце декабря вышел, он уже отличается от версии 3.0.2, на которой вот мы сейчас с вами смотрели демонстрацию. Поэтому, я думаю, лучше дождаться, наверное, и уже в технической документации там посмотреть. Так, можно ли увидеть лист согласования? Да, конечно, можно увидеть. Сейчас я покажу экран еще раз. Соответственно, открою лист согласования. Одну секунду. Вот, соответственно, лист согласования. Это сам лист согласования, да, он без истории. То есть у нас здесь виден ФИО должность, результат согласования и замечания и комментарии, которые были при согласовании. И можем вывести лист согласования с историей. То есть это вот самое последнее, да, наше согласование. А вот история – это то, что было перед этим. То есть мы видим, какие были замечания до этого, и видим, кто согласовывал, кто не согласовал, соответственно, этот документ. Так, давайте перейду дальше к вопросам. Так, как работают старые комплексные процессы? Можете ли показать? Ну, сейчас я, к сожалению, не смогу показать вам именно комплексные процессы. Я их не настраивала для вебинара, да. То есть, соответственно, кейс был направлен именно на демонстрацию работы с обработками, потому что это тот функционал, который заменит комплексные процессы в будущем. Соответственно, как комплексные процессы? Сейчас, наверное, не покажу, потому что база, к сожалению, пустая в плане комплексных процессов. Они не настроены. Бесшовная интеграция осталась неизменна, в частности, передача статусов. Я думаю, что бесшовная интеграция, она будет доработана под новый функционал фирмы 1С. И я не думаю, что передача статусов у нас как-то там поменяется, да, потому что сами статусы, по сути, они не менялись. Это также на согласовании, да, согласовано, там, зарегистрировано, подписано. То есть сами статусы не менялись, изменился разрез этих статусов. Будут ли какие-то еще вебинары по DO 3.0, конкретно по интерфейсу и так далее? Если они будут вам интересны, то почему бы нет, да, можем сделать. Можете написать, что конкретно вас интересует, да. То есть, ну, интерфейс, понятно, может быть, какие-то еще кейсы разобрать. И тогда сделаем. Как вносятся правки со стороны контрагента? На текущий момент, ну, да, мы можем, конечно, пустить контрагента в нашу систему 1С документа оборота, да, и он, соответственно, ну, сам будет вносить правки. Но я думаю, что на это, наверное, мало кто пойдет. И проще возложить, соответственно, ответственность за это на какого-то сотрудника, да, ответственного за этот договор, за подписание у контрагента. И этот пользователь, соответственно, будет участвовать в согласовании от лица контрагента. И будет также добавлять замечания, комментарии, ну, от лица контрагента. Я думаю, что вот таким кейсом, наверное, можно это решить. Так, можно ли в одном этапе согласования комбинировать порядок согласования сразу всем и последовательно? В одном этапе согласования. Да, можно сразу всем и последовательно, этот функционал остается. Конечно, можете выбрать вариант, соответственно, либо смешанно, да, по условиям. Вот это то, о чем я говорила, что у нас директор появился в результате, ну, в результате того, что сработало условие маршрутизации, соответственно, там порядок согласования был смешанный. А когда выходит новая версия? Ну, о дате конкретной, да, выхода новой версии 1С пока не сообщала, да, но была уже информация вот буквально на прошлой неделе о том, что вся разработка завершена сейчас, да, то есть в самое ближайшее время мы ждем с нетерпением выхода нового релиза, соответственно, уже именно такого готового, да, скажем так, не бета-версии, а именно готовой конфигурации. Бесплатный ли переход с версии 2.1? Бесплатный ли? Ну, смотрите, в зависимости от того, как вы будете осуществлять этот переход, да, то есть либо вы его осуществляете своими силами, да, тогда, соответственно, для вас он будет бесплатен, либо вы привлекаете фирмы 1С-франчайзи, да, которые, соответственно, которым платите, да, за осуществление перехода с версии на версию. Переход с 2.1 на 3.0 возможен через обновление или перенос данных? Вот такой информации, к сожалению, сейчас не владею, потому что нет еще готовой конфигурации, да, с которой можно было бы сравнить, да, справочники, да, объекты каких-то метаданных, поэтому сейчас, к сожалению, на этот вопрос ответить не смогу. Как организовать повторный круг согласования? Допустим, бухгалтер и юрист должны внести свои правки, а затем они должны ознакомиться с правками друг друга. Не совсем поняла вопрос. Повторный круг согласования. Бухгалтер и юрист должны внести свои правки, а затем они должны ознакомиться с правками. Смотрите, когда у нас идет одновременное согласование, у нас бухгалтер и юрист, они по умолчанию могут видеть правки друг друга. Это же одновременное согласование, да, получается. Может быть, я не так вопрос поняла, а если я сейчас не ответила на ваш вопрос, то вы, пожалуйста, мне напишите, я уточню. Возможно ли в обработке согласования в режиме замечаний настроить таким образом, если согласующее лицо оставляет замечание, то ему не требуется нажимать кнопки «Согласовано» или «Несогласовано», а он ставит замечание, а задача по согласованию у него временно уходит до тех пор, пока автор не поправит замечание. Да, в принципе, да, возможно, просто необходимо эти замечания записать обязательно для того, чтобы они сохранились. И, в принципе, автор этого документа сможет принять, да, эти исправления, исправить документ, и, соответственно, далее уже этот документ согласуется, да, возможно. Так, я к тому, что если у нас приобретена документ-оборот версия 2.1, нужно ли будет приобретать конфигурацию? А, вы об этом, все, я вас поняла. Пока нет информации такой, но, скорее всего, нет, не нужно будет покупать конфигурацию 3.0. Я думаю, что можно будет обновиться. Так, BPMN будет, вы, наверное, имеете в виду именно вот схемы, да, настройки бизнес-процессов. Я правильно вас понимаю? Если схемы, то да. Да-да-да, в дальнейшем, то есть это сейчас в бета-версии только у нас линейные идут процессы. В дальнейшем, соответственно, разработчики обещали добавить функционал и схем, схематичного представления процессов. Нет, не прямо BPMN, к сожалению, но я думаю, что это будет то же самое, что и было в 2.1, то есть это схема, которая представлена, ну, как квадратиками, да, соответственно, соединены эти квадраты линиями, да. Мы можем, соответственно, в блоках у нас расположены сами задачи, которые мы настраиваем. Ну, и, соответственно, стрелками, да, у нас идет маршрутизация плюс с условиями, да, маршрутизации и так далее. Если имеет место отказ в согласовании, то документ отправляется тому, кто отказал, тот, кто согласовал ранее этот отказ, не видит изменения документа, проходит мимо него. Нет, сейчас нет. Сейчас как раз, если у нас имеет место отказ в согласовании, документ отправляется снова всем, да, всем абсолютно по процессу, который и был до этого. Соответственно, сейчас мы можем добавить дополнительное лицо согласующее, но убрать согласующее в данный момент не можем. Жду еще ваших вопросов. По дате выхода в продакшн я как раз сейчас говорила, да, немного ранее о том, что пока неизвестна дата выхода, но мы знаем точно, что документный оборот уже разработан. И, соответственно, там какие-то финальные, да, сейчас корректировки вносятся, и в ближайшее самое время ожидаем выхода. Какая версия платформы нужна будет для 3.0? Так, версия платформы. Вот в это, честно говоря, не углублялась, но можем сейчас, в принципе, посмотреть. Ну, это точно будет примерно то же самое, что и для 2.1 версии, каких-то кардинальных изменений там не должно быть. Но сейчас пока точно сказать не могу. Может создать быстро комплексные из двух действий и посмотреть, как с ним можно будет работать. Да, в принципе, можно, но, скажем так, система сейчас сырая, да, то есть это ознакомительная версия. Если мы сейчас с вами наткнемся на какую-нибудь ошибку, мы очень долго ее будем исправлять, поэтому я думаю, что, наверное, не сейчас. Непонятно, как переходить на этот обработчик, если у нас все завязано на комплексные. Смотрите, комплексные процессы, они никуда не исчезли, они сейчас еще в конфигурации, конечно же, есть. То есть никто вас сразу, да, не бросит на новый функционал и не скажет, переделывайте скорее ваши, соответственно, процессы. Вы сможете работать также на комплексных, но постепенно, да, с расширением функционала системы переводить процессы из комплексных на обработки и пользоваться, вот, соответственно, этим функционалом. Так, какие предустановленные процессы будут? Вот этого сейчас сказать не могу, у меня такой информации нет. Как только выйдет новая версия, мы выпустим обзор, да, и посмотрим, что там будет из коробки. Так, как отреагирует программа, если договор состоит из 300 листов? Такое нагрузочное тестирование я не проводила, честно вам скажу, но так как это отображение HTML-документа, у нас был опыт разработки таких документов на как раз вот такое количество листов. И я не думаю, что это будет долго. То есть само открытие HTML-документа, оно, я думаю, будет проходить там достаточно быстро. Но, опять же, нагрузочное тестирование можно будет провести, как только выйдет уже версия, да, полноценная версия документа оборота, потому что сейчас это будут некорректные данные. Будет ли вебинар, который покажет доступ к документу по касанию? Я думаю, что, да, я думаю, что можно будет, да, провести такой вебинар. Пока точно не могу сказать, но если будут запросы, то почему бы нет, да, можно. Покажите еще какие-нибудь фичи. А какие именно фичи вас интересуют? Расскажите, пожалуйста. Просто вебинар у нас по конкретному кейсу, да, и, соответственно, никаких других. Я и не готовила. Что вас интересует конкретно, может быть, скажете? По касанию надо, да. Хорошо, я зафиксирую этот вебинар. Соответственно, подумаем и проведем. Так, док транслируется в HTML. Да, то есть система примерно такая. У нас документы, ворот, обращаются к документу Варда. Соответственно, текст из Варда переносит в поле HTML документа, который у нас отображается непосредственно на вот этой вот закладке с задачами, да. Точнее, не с задачами, а с комментариями и замечаниями. И далее трансформируется обратно, соответственно, в Word, и замечания у нас улетают как комментарии в самом Варде. Так, запись вебинара будет у вас на сайте. Да, запись вебинара будет. Планируется ли развитие мобильного клиента? Например, интересует запрос переноса срока. Мобильный клиент развивается, очень активно развивается. Сейчас именно по запросу переноса срока информацию такой не владею. Но в плане того, что развитие идет, оно сейчас, да, действительно идет, и есть даже некоторые мобильные клиенты, которые в бета-тесте находятся. Так, можно ли в целях оптимизации базы как-то чистить промежуточные версии в согласовании документа? Как-то чистить промежуточные версии. Можно, если вам не нужно хранить, допустим, все версии документа, можно, в принципе, настроить регламентное задание по очистке версий. Либо же вы можете, в принципе, отключить функционал хранения версий, если он вам не нужен, да. Так, сопоставляли doc.html по внешнему виду, рамки, картинки. Картинки нет, не проверяла еще. Еще, честно скажу, не видела. Это нужно будет тестировать, я думаю, уже в финальной версии как раз. Так, можно настроить автоматическое согласование или отклонение при превышении срока согласования. В 2.1 это было возможно? Я думаю, что да. Я просто сейчас не проверяла, но я думаю, что да, можно. Либо же автоэскалацию задачи на другого сотрудника. Я думаю, что автоэскалация – это типовым функционалом, а, соответственно, автоматическое согласование, скорее всего, это доработка. В версии 2.1 во внутренних документах есть функция форум. Будет ли что-то подобное в версии 3.0? Да, форум остается. Пока что информации о том, что его не будет, у меня нет. Да, вот как раз подсказывают, что это эскалация задач. Да, эскалация задач можно настроить. Все верно. Так, будет ли работать данный функционал согласования договоров на Mac? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. На тонком клиенте, я думаю, что да. Но пока не буду отвечать за 1С, скажем так. В чем принципиальное отличие обработки от комплексного процесса? В чем была причина изменений? Причина изменений. Смотрите, обработка – это такой инструмент, который вы можете настроить самостоятельно, то есть в привязке к виду документа. То есть вам не нужно переходить в шаблоны комплексных процессов, создавать новые, рисовать схему, настраивать права доступа на него и тому подобное. Вы, соответственно, можете просто перейти в правила обработки документа, привязать его к виду документа, и это будет быстрее и проще. Соответственно, также на закладке «Обработка» можно отслеживать, скажем так, все процессы и задачи по документу. То есть вы можете самостоятельно использовать, как только он создал документ, он может перейти на закладку «Обработка», создать какие-то новые действия, новый процесс обработки документа, и он, соответственно, документ будет идти по вот этой вот обработке вне зависимости от того, настроен ли для него шаблон комплексного процесса или не настроен. То есть, по сути, это упрощение настройки, это уход от каких-то привлечений сторонних аналитиков, то есть проще будет настроить систему самостоятельно, скажем так. Так, частая ситуация на предприятии, когда сотрудник уходит в отпуск, и другой сотрудник остается вместо него. Делегирование не дает права сотруднику посмотреть процессы и задачи документа. Будет ли реализован доступ к процессам и задачам в версии 3.0? В версии 3.0 переработана система делегирования, там, соответственно, будут заместители, замещающие сотрудники, и намного больше прав будет передаваться. Вот именно доступ к процессам и задачам я не смотрела, сейчас пока не могу сказать, но знаю точно, что есть. Сейчас, секунду, прочитаю, у меня просто открыта вкладка. Замещающие и помощники. Сейчас, одну секунду. Ну, соответственно, при выборе замещающего, да, либо помощника, можно будет выбрать функционал. И да, действительно, да, это будет просмотр всех задач, да, это будет в функционале замещающего сотрудника, соответственно, можно будет установить галку на просмотр всех задач и настроить. Есть ли дальнейшие планы развития 1С документа оборот? Вот, в каком направлении будет двигаться документ оборот? Дальнейшие планы развития, конечно, есть у самой системы, у самой, точнее, 1С, но сейчас не могу сказать, в каком направлении он точно будет двигаться. Сейчас мы дождемся выхода тройки, да, нашей, и, соответственно, дальше уже сможем говорить о каком-то векторе движения. Так, очень интересен вопрос. Размещение плашки электронной подпись на документах, например, формата PDF. Можно ли будет настраивать размещение? Так, настраивать размещение в PDF. Сейчас, одну секунду, увидела буквально недавно. Да, можно будет, как раз вот смотрела расширение, это будет не PDF, а PDF-A. Соответственно, в документ обороте версии 3.0 будет функционал конвертации PDF в PDF-A, и можно будет, соответственно, далее выбрать страницы для вставки электронной цифровой подписи в эти документы. То есть вы теперь выбираете итоговый формат файла со штампом электронной подписи, оригинальный он будет, или PDF-A. Вот, и в настройках, соответственно, указываете. Так. Можно ли пару комментариев по вопросу цифровых электронных подписей договоров? А что именно вас интересует, кроме того, что сейчас вот уже озвучила? Ну, еще из комментариев, да, это то, что у нас будет 3.0 значение по умолчанию, да, то есть вставка штампа на странице по умолчанию, который будет настраиваться администратором. И также для каждого вида документа отдельно можно будет установить отдельные настройки, то есть в карточке самого вида документа будет ссылка «Штамп электронной подписи», и там, соответственно, можно будет расположить, да, выбрать расположение этого штампа. Также можно будет вставить несколько отметок об электронной подписи, то есть в новой версии программы можно будет вставить несколько отметок, выбрав соответствующие поля в настройках автозаполнения файла, или, соответственно, с помощью скриптов в том числе тоже. На данный момент в 1С документ оборот 2.1 у сотрудников на этапе согласования нет доступа вносить изменения в файл формата Word. Правильно ли я понял, что в версии 3.0 у сотрудника есть доступ, и на этапах согласования он может вносить любые изменения. При согласовании с ЦП в версии 2.1 после изменения файла все визы с ЦП слетают, как отрелизован в 3.0. Так, давайте с первого вопроса. Вносить изменения в файл формата Word согласующие лица в 3.0 не могут. Они могут оставить замечания и комментарии. Соответственно, далее эти замечания и комментарии у нас уходят на автора документа, и уже автор документа непосредственно вносит изменения из этих замечаний и комментариев в документ Word. Соответственно, доступ к изменению именно в сам файл можно настроить отдельно с помощью настройки доступности по состоянию. В принципе, можно это реализовать. Так, правильно. Дальше. При согласовании с ЦП в версии 2.1 после изменения файла все визы с ЦП слетают. Я думаю, что это точно так же будет реализовано, потому что вносить изменения в файл соответственно, согласованный электронно-цифровой подписью и подписанный, это некорректно. Так делать нельзя вообще по-хорошему. Поэтому нет. Я думаю, что так же будет реализовано, как и в 2.1. То есть нужно будет заранее. Точнее, не заранее, а нужно будет это учитывать в работе. Соответственно, если внесены изменения в файл, который подписан уже, соответственно, согласован с визами и подписан на это согласование электронно-цифровой подписью, его, конечно, нужно будет заново переподписывать, потому что изменения же внесены. То есть с точки зрения методологии, я думаю, что это правильно. Если согласующее лицо оставило замечание, не нажал кнопку «Не согласовано» или «Согласовано», сотрудник имеет право внести изменения. Соответственно, он может эти изменения вносить на стадии согласования. Да, он может внести изменения на стадии согласования. Соответственно, тогда он отмечает само замечание, как принятое, и вносит изменения в документ. Если договор подписывается несколькими подписями в 3.0, это возможно? Так, а что именно возможно? Да, это возможно. В 3.0 есть функционал подписания несколькими сотрудниками электронно-цифровой подписью и также функционал вставки нескольких штампов ЦП в шаблон документа, ну, соответственно, сам документ. Так, если он внес изменения, получается, другие согласующие это не увидели. В документе сумма была 300 тысяч, я поправил на 100 тысяч, и после согласования могу опять поменять на 300 тысяч. Верно? Чисто теоретически сейчас, да, но точно так же у нас работает настройка доступности по состоянию, то есть вы можете добавить запрет на внесение изменений в состоянии на согласовании в определенном, соответственно, процессе. Спасибо вам всем. Спасибо за интересные вопросы. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...